Итак, всем привет! Иду я, значит, за корешками и за травкой уже через другое место в обход, потому что через речку не пройти. Очень большой уровень воды. Иду в гору через какую-то деревню. Погода хоть и пасмурная, но жарко. У нас сегодня плюс 25 тепла. Ну вот, почти дошла до того места, откуда начну поиски тех трав и корешков, за которыми пришла. Потом спущусь вниз к реке и буду идти вдоль нее по течению в сторону дома. Долгой, изнурительной дорогой я наконец-то дошла до того места, где я хотела пособирать корешки. Сейчас немножко отдохну и пойду дальше. Хотела отдохнуть, но обнаружила цикорий. Мимо него я точно не пройду. Вот он. Ай, колючка какая-то. Колючки уберем. Они нам будут мешать. Так. Где у нас тут цикорий? Не очень густой, конечно. Ох, как здесь тяжело копать. Земля глинистая. С камнями. И она, наверное, глубоко сидит. Ой, лопата гнется. Лопата погнулась. Ну, вот и корешок цикория. Вот он такой. Интересно, оно не коричневого цвета, а кофе из него делают. Ладно. Это вот так порвем и уберем. Зайду чуть-чуть в лес, посмотрю, может, грибочки есть. Ох, нет, что-то мне не охота. Слишком крутой спуск. Пойду лучше по дорожке. Она как раз ведет к речке, а там болотная мята и лопух. А здесь я покопаю цикорий. Может быть, какие еще другие найду травки. Вот еще цикорий. Но я его уже оторвала. Сейчас буду копать. Глубоко, зараза. Ох. Вот тут кто-то сделал самодельную лавочку. Можно, когда в гору идешь, присесть отдохнуть. О, какой крутой спуск. Просто жесть. Вон и речку слышно. Камера не передает, но там очень крутой спуск. Просто овраг такой. Ну, вот я и пришла. Буду идти по речке в сторону моря. Тут даже люди живут. Куры ходят. Сентябрь. Я не знаю, что это за цветок, но очень похож на крокус. Их тут полно. Накопаю немножечко. Похожу у себя. Вот такой цветочек. Луковичный. А я выхожу к речке Кудепста. В которую впадает эта речка. Не знаю, как она называется. Знаю, на той стороне опята растут. Если пройду, можно будет сходить посмотреть. Водичка уже холодненькая. А вот и лопух. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok На берегу реки, где накопала корни лопуха, стоят ребром вот такие мощные каменные плиты. Внутри них прохладненько, прям хорошо так. Субтитры создавал DimaTorzok В общем, навела я здесь беспорядка, накопала, помыла рядом в речке, но уже показывать не буду, убрала все в рюкзак. Дома покажу. Иду теперь за болотной мятой и, может быть, еще цикорий найду, потому что очень мало корешков накопала. А вот и болотная мята. Она совсем маленькая. Сорву немножко, а то вдруг не попадется больше. Вот я нашла болотную мяту. Вот она. Во какого богомола встретила. Смотрит на меня, поразит. Я тебя сама боюсь. Он еще и плавать умеет. Не поверите, что я здесь только что нашла. Во! Похоже на масленок. Деревья тут вообще не еловые. И вокруг нету. Вот лианы. Но это благородный гриб. Возьму с собой. Все, я отсюда не уйду. Я такой гриб нашла. Офигеть! Ого! Что это за гриб? О, два! Два гриба! О, класс! Какая толстая ножка. Это гробовик, что ли? Класс! И вот какой красивый! Все, буду ходить здесь. Вот еще один такой же. Прикольно. Далеко ходить не надо. И все рядом. Вот уже четвертый. О, какой красавчик! Вот реально хожу кругами. И вот еще два. Раз. И вот два. Гляди на ужин насобираю в одном месте. Вот еще какие-то. Но я их стремаюсь брать. На зонтики похоже. Подъеденные. Вот еще съедобный гриб. Коралловый. Но их так мало, что я даже брать не буду. А вообще они как приправа к мясу. Может взять немножко. Вот еще. Соберу. Вот еще один нашла. Не знаю, что это за гриб. Похож на грусть. Но не знаю. Не буду брать. Да и одна сыроежка. Что я с ней делать буду? А вот здесь как раз высокий уровень воды в реке. Придется как-то проходить. Потому что обратно я точно не вернусь. Потом еще в гору по крутому подъему. Так что лучше промокнуть. Все равно домой. Вот это ствол дерева. Офигеть. О какой мощный. Короче, нашла здесь поляну. Пособирала. Но этих не могла не снять. Смотрите, какие красавчики стоят. Под березовички. Оп, оп, оп. О какие. Вот еще. В общем, поляна за поляной. Грибы есть. И все благородные. Прямо реально повезло. Смотрите. Вот. Красавчики. Пять штук. Вот. Вот. И вот. И вон самый большой. И комар. И вон еще. Ой. Короче, мне повезло. Вторая поляна, где много грибов. Пока я тут собираю грибы, тут конные прогулки. Ну, кони как раз могут пройти. А я вот там провалилась. И набрала воды. Сапоги. Блин, ребята, короче, мне повезло. Я тут такую поляну нашла. Я не уйду пока отсюда, пока не буду уверена, что я все собрала. Вот. Это всего лишь две поляны. На одной поляне грабевики, а на другой под березовики. И вот целый пакет с двух полян. Реально. Но чистая случайность. Я пошла за корешками, за травкой. А тут оказались и грибы. Класс. Вот еще в каком месте выросли. Такие красивые. Вот еще какие-то. Вроде как съедобные. И они к тому же подъеденные. Какие-то названия забыла. Но я возьму. Дома почитаю. Вон еще какие-то. Блин. Это что? Тоже подъеденное. Но это я не буду брать. Не уверена. Все, я вышла из лесу. Не поверите, но я залезла в такие джунгли непроходимые. Еще бамбук заросший. Я думала, оттуда уже никогда не выберусь. Потом был такой небольшой мягкий обрыв. Ну, где-то с метра полтора, может два. Мне пришлось спрыгнуть. Потому что, ну, по-другому я бы не прошла. Вот это все. Все в зарослях бамбука. Там даже, наверное, животные не ходят. Такие заросли. Ужас, как я устала. Вот столько грибов домой принесла. Дубовик крапчатый. Много подберезовиков. И один масленок. Подозрительные грибы, конечно, я выкинула. И оставила только благородные. Еще много корней репейника. И два корешка цикория. К сожалению, он мне больше не попадался. И немножко мяты. Вот так я сходила удачно за корешками, травкой и цветочками. Спасибо.